Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал о Маркетсе, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря в 12.30 по GMC будем анализировать данные по ВВП Канады. И в это же самое время выйдет блок американской статистики, где особый акцент мы сделаем на индекс цен расходов на личное потребление. Уже много раз говорил, почему этот показатель очень важен. Это наиболее предпочтительный индикатор для Федрезерва в оценке текущей ситуации с инфляцией. И, по сути, когда публикуется эта статистика, у нас есть возможность с вами дополнительно проанализировать то, как меняются инфляционные условия в Штатах. Что, как вы знаете, влияет на действия американского регулятора по ключевой процентной ставке. Индекс доллара текущей котировки 100.40. Мы снова приближаемся к уровню поддержки 100 пунктов. Та частотность, с которой доллар начинает претендовать на закрепление ниже данной планки, меня убеждает в том, что в конечном счете один из последующих этапов движения может оказаться результативным. И в конечном счете индекс доллара окажется ниже данного значения. Касательно тех ожиданий, которые присутствуют на рынке, после того, как ФРС снизил процентную ставку на 50 байсных пунктов, конечно же, мы продолжаем следить за риторикой чиновников американского регулятора. Вчера я очень рассчитывал на то, что Паул сделает какое-то заявление, касающееся монетарной политики. Но он говорил обо всем, но не о перспективах изменения ставки на оставшихся заседаниях этого года и в начале следующего года. Эти вопросы были опущены. Поэтому нам приходится руководствоваться тем, что мы ранее слышали от других представителей, чиновников ФРС, Кашкари, Гулсби, Уильямса, Бара, Куглер и Боумен. И их точка зрения, если тезисно разбирать, сводится к тому, что американский регулятор будет дальше снижать процентную ставку, потому что это необходимо. Снижение ставки на 50 байсных пунктов с 5,5 до 5 улучшило картину, но все равно продолжает оказывать давление на домохозяйство. Мы не сомневались в том, что ФРС будет смягчать политику дальше. Только лишь вопрос, будет ли снижение еще на 50 байсных пунктов в ноябре или в декабре. И как раз на эту вероятность напрямую влияет статистика и то, как рынок реагирует на нее. Рынок остается чувствительным к макроэкономическим данным. Это доказывает эта неделя. Когда вышли слабые отчеты по активности производственного сектора в американской экономике и аналогичная статистика по делу активности в сфере услуг, вы помните, так себе цифры были. Рынок, соответственно, поверил в то, что ФРС может смягчить экономическую политику на 50 байсных пунктов в ноябре. Что касается вчерашних данных, ВВП, показатель годовой остался на прежнем уровне, если сравнивать с той оценкой, которая была до этого. Это финальная оценка, 3%. Заказан товар длительного пользования. После роста два месяца назад почти на 10%, в прошлом месяце нулевая динамика. Но хотя прогнозы предполагали то, что мы увидим значение с минусом, поэтому можно сказать, что ноль – это неплохо сейчас. И эти отчеты несколько улучшили рыночное настроение. И сейчас, ориентируясь на инструмент FedWatch Tool, мы видим то, что вероятность, которая оценивается рынком как возможность для Федрезерва снизить процентную ставку на 50 байсных пунктов, составляет примерно 52%. Но это не 62%, как было день назад. Но у нас есть еще один козырь. В рамках этой недели, конечно же, дальше на последующих недельных периодах будут другие новостные катализаторы. Но сегодня, друзья, у нас индекс PC, индекс расходов на личное потребление. И я надеюсь, что если будут сюрпризы в виде подтверждения тенденции снижения инфляции и продолжения дезинфляционного тренда, то мы снова вернемся к идее того, что рынок начнет перезакладываться под более активное смягчение экономической политики, и что может усилить давление на курс американского доллара. Среди инвестбанков, за которыми лично я слежу, нету какой-то сейчас четкой позиции того, как далеко может зайти Федрезерва. Но мне импонирует точка зрения Морган Стэнли и Сити, потому что они тоже, как и я, ожидают снижение ставки повторно еще на 50 байсных пунктов, а на заседание в ноябре или декабре. Поэтому, друзья, будем ждать, будем анализировать статистику, и надеюсь, с точки зрения фундамента вы прекрасно понимаете и согласны со мной, что скорее пойдем вниз, нежели чем вверх. Золото – это 1672 доллара за тройскую концу. Стоит ли говорить о том, что новые исторические максимумы? Я думаю, что если бы я этого не сказал, уже были бы какие-то вопросы, а не изменилась ли тенденция. Но пока золото остается растущим активом, тренд остается исключительно восходящий, бычий, мощный. Фундаментальная поддержка более чем достаточной, сантимент по сути не меняется. Лишь заходит на какие-то экстремальные уровни, потом откатывает. Больше 30%, скажем так, 32% сейчас находится в покупках, и, соответственно, оставшиеся от 100% – это продажа. То есть большинство толпа сидит в коротких позициях, и рынок идет против толпы в северном направлении. Цель, друзья, здесь, наверное, трудно отмечать какую-то планку, потому что мы уже на рекордных отметках. Но ранее я на одном из прошлых брифингов подсвятил, что золото такими темпами может легко улететь до 3000 долларов. Конечно же, не сразу понадобится, вероятно, весь 2025 год. Но все равно золото смотрится как актив с потенциалом роста, и, возможно, кто-то из вас все еще сидит в длинных позициях. Евро против доллара 1,1170. Ждем движения пары выше уровня 1,12. Британская валюта остается на многомесячных максимумах 1,34. Индексы активности поспособствовали ожиданию росту, ожиданию того, что Банк Англии сохранит ставку на прежнем уровне. Буквально вчера разбирали комментарии Бейли, Кэтрин Манн, основных чиновников Банка Англии. Получили еще один сигнал того, что снижение процентной ставки мы пока не увидим. Очень хочется посмотреть на рынок недвижимости. Это данные, которые выйдут на следующей неделе. Что изменилось с ценами, и нет ли в отчетах по рынку недвижимости дополнительных предпосылок для усиления инфляционного давления. Предлагаю, как и раньше, смотреть на целевую отметку 1,35. Австралийц против доллара 0,6880. Вы знаете, сейчас, если снова сделать отсылку на макроэкономическую статистику, то можно сказать, что вчерашние данные поспособствовали росту рисковых настроений. Как бы это стало ни звучало. Но смотрите, данные оказались лучше, чем ожидали аналитики. Соответственно, снизились опасения экономического спада в США. И до этого присутствовала и имела место быть, а может быть даже и имеет, теория о том, что федеральная термин система пошла на снижение ставки на 50 байсных пунктов, потому что видит куда больше проблем в экономике, чем есть на самом деле. И то, что статистика стала выходить лучше, мы пока делаем вывод на основании вчерашнего дня, это тоже снизило опасения того, что американская экономика мчится в какую-то пропасть и экономический спад. И рисковые инструменты на этом воспяли. Чуть-чуть духом австралийца, хотя и без этого имел достаточные факторы поддержки, ожидания ужесточения монетарной политики, нескорое достижение целевого показателя по инфляции, что фактически означает то, что истребенная риторика Мишель Волок будет оставаться актуальной. Китайские стимулы обсуждают все, всю неделю. Это действительно беспрецедентная мера экономической поддержки, но, надеюсь, к чему-то они в конечном счете приведут в плане улучшения динамики и оздоровления рынка недвижимости, прежде всего, Китая. Для австралийца Китай имеет очень большое значение, потому что основной торговый партнер, так же, как и для новозеландского доллара. И для австралийца, для новозеландца, как раз китайские стимулы, это, может быть, сейчас чуть ли не самый главный фактор поддержки, который будет способствовать росту этих инструментов. Доллар-франк, друзья, 0.8470, снова обращаю ваше внимание. Находимся вблизи важного уровня поддержки. Национальный банк Швейцарии снизил процентную ставку на 25 байсных пунктов до 1%, что является логичным ответом на значительное ослабление инфляционного давления. Джордан, чьи полномочия, по сути, истекают в конце этого месяца, дал понять, что на этом не конец, и ставка будет снижаться дальше. Главная задача швейцарского банка сейчас сделает все, чтобы ослабить курсы национальной валюты. Я думаю, что этой задачей они добьются. Либо через более агрессивное снижение процентной ставки, либо через возможные валютные интервенции. То, что Национальный банк Швейцарии умеет их проводить, мы это помним по ситуации с евро-франком. Поэтому в целом доллар-франк, потенциал роста остается обычным. Целевая отметка движения выше 0.87. Рынок нефти 70.86, несмотря на это по бренду. На фон, который способствует, по идее, росту этого актива, снижение запасов, геополитика, второй ураган за три недели в США, соответственно, приостановка добычи в Мексиканском заливе. Даже доллар вот этой периодической реакции подхода к поддержке 100 пунктов создает условия для роста, в том числе и рынка энергоносителей. Но все это игнорируется, потому что, друзья, сантимент, на который я всегда делаю большой акцент, сейчас находится в зоне перекупленности. То есть большинство трейдеров больше 75% удерживают длинные позиции, как раз ожидая, что на этом фоне золота вырастет. Я думаю, черное золото. Что нефть и в данном случае, как и в ситуации с традиционным золотом, пойдет вниз и по бренду, скорее всего, сегодня, либо в начале следующей недели мы увидим уже ниже 70 долларов за баррель. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока.